итак парни всем вечер добрый я приветствую всех кто сегодня подключился к нашему вебинару мы сегодня с вами будем разговаривать о такой утилите как jet stress утилита для тестирования дисковой системы причем не просто какая-то сферическая утилита для тестирования дисковой системы тестирование дисковой системы которая будет использоваться под microsoft exchange сервер ну поскольку на текущий момент самая последняя версия текчень сервер 2013 ну соответственно и версия утилиты jet stress будет соответствующей хотя до этого это утилита также выпускалась но просто под более под более младшей и под младшей под более старой редакции для начала давайте с вами познакомимся меня зовут рутиль я я преподаватель в центре компьютерного обучения специалист мое основное направление это как раз почтовой системы microsoft link sharepoint я являюсь преподавателем также являюсь руководителем в системном интеграторе me at on где собственно говоря все о чем рассказываю то и внедряю ну собственно говоря будем знакомы последние годы происходило такая достаточно не то что невероятное ну не очень типовая для microsoft ситуация когда с каждым выходом продукта microsoft exchange требования к дисковой системе снижались обычно как каждая новая редакция более высокие системные требования ну и там к процессору памяти к дисковой системе здесь ситуация была обратная то есть был exchange 2003 который выставлял достаточно серьезные требования к дисковой системе поскольку microsoft exchange сохранит базы данных почтовых ящиков да он хранит их где-то так вот в тройке были одни требования когда вышла семерка эти требования достаточно серьезно урезались в десятки урезались еще раз 13 урезались еще и у людей появилось ощущение что базы можно хранить на чем угодно ты взял любой диск запихнул на него там базу данных и работаешь требования к дисковой системе они упали на порядок причем порядок в данном случае это не не просто слово а действительно вот было требование один и опс на почтовый ящик а стало там 0,0635 давайте с вами определимся что такое и опс и опс это количество операций ввода вывода до от английского input output operation per second то есть это основной показатель производительности системы хранения это основной показатель производительности диска неважно там ssd диск или классический жесткий диск хранилища такие попугай да и если говорить об этих попугаях то где-то там среднестатистически саташный диск выдает в районе 50 опса хотя конечно методы измерения могут быть разные если мы говорим о сасовском диске 7200 он выдает там в районе 60 опсов если мы говорим о сас диске десятитысячном но где-то в районе наверно 160 150 опсов он будет выдавать ну и там достаточно скоростные сасовские 15 тысячные диски это в районе 200 230 и опсов так вот у людей сложилось ощущение что можно брать любой диск и на него класть базу данных ведь требования особо никаких и нет но на самом деле на самом деле это не так требования есть и эти требования они microsoft там скажем так задокументированы я вам сейчас покажу вот такую вот табличку называется требования к дисковой системе под microsoft exchange она говорит о том сколько и опсов на один почтовый ящик должна выдавать ваша дисковая система то есть если мы с вами берем систему где 50 сообщений в день один пользователь отправляет и получает то на один почтовый ящик система дисковая должна выдавать 0.034 опса если возьмем систему где там 150 ну в таком писем естественно да то в таком случае на один почтовый ящик 0,1 опса и тут может возникнуть вопрос могу ли я посчитать хватит ли мне скорости дисковой системы банально перемножив из правого столбца требования к опсам на количество почтовых ящиков и сравнивать с тем с количеством опсов который выдает мой жесткий диск на самом деле можете но это будет очень очень такое сравнение не точная я вам объясню почему во первых нагрузку создают не только сам microsoft exchange есть еще дополнительные приложения которые также нагрузку на дисковую систему делают более того если мы говорим о дополнительных приложений типа backup а то нагрузка может быть достаточно серьезной и таким банальным перемножением вы не всегда получите точную цифру не всегда получите правильный результат ошибившись в результате вы можете спроектировать да или купить диск купить дисковую систему купить диски под ваш сервер которые потом нормально работать не будут и где-нибудь там при операции индексирования при какой-нибудь ресурсоемкой операции у вас начнутся проблемы могу вам рассказать историю жизни она была не так давно наверное года полтора назад то есть компания купила себе два сервера с дисковой системой на sata и подняла зеркалку подняла десятые рейды на обычном sata поставила туда же windows сервер и потом еще виртуальную машину с microsoft exchange пользователей там было не очень много там порядка полутысяч но базы были такие достаточно массивные бралось это все наобум и работало ровно до того момента когда делался бэкап то есть началось все с того что люди начали жаловаться о перезагрузке серверов но они в даге находились и сервер перезагружался время от времени когда начали смотреть логику перезагрузок увидели что перезагрузка приходится на пять утра начали смотреть что происходит в пять утра в пять утра включался бэкап то есть принцип был очень простой бэкап запускается нагрузка на дисковую систему возрастает и система уходит в синий экран соответственно перезагружается и такое было там раз в три в четыре дня диски менялись поставились нормальные более скоростные проблема ушла как таковая то есть вам нужно точно понимать что да действительно этих дисков хватит плюс вы должны быть уверены что вот то что вы спроектировали то что она в реальной жизни точно выдает ту производительность на которую вы рассчитывали microsoft есть несколько инструментов которые вы можете использовать и первый инструмент которым я хочу сказать это так называемый exchange mailbox калькулятор exchange mailbox калькулятор это excel вский файл который выпускается собственно говоря специалистами по microsoft exchange microsoft skype приблудо и вы заполняете его описываете вашу организацию и на выходе exchange mailbox калькулятор говорит о том сколько у вас баз данных будет какого они будут размера какие требования к дисковой системе с точки зрения microsoft с точки зрения microsoft exchange должны быть и вы уже потом основываясь на той информации которую вы получили от mailbox калькулятора планируете покупку там дисков из ходе ну всего чего угодно этот калькулятор он абсолютно спокойно распространяется он не сложен и там много английских букв но на каждый пункт меню есть пояснение если идти степ степ бай степ то в принципе он заполняется довольно легко то есть это первый шаг который вы делаете если планируете дисковую систему давайте на этот mailbox калькулятор посмотрим он у меня есть открытый и сейчас с вами накидаем ну какую-нибудь маленькую организацию например я говорю что у меня будет совмещение ролей то есть на моих серверах кассы mbx будут совмещены я говорю о том что моя мое внедрение к ченч будет использовать виртуализацию я говорю что у меня не будет высокой доступности у меня не будет кластеров дак и у меня будет всего один единственный mailbox сервер то есть я указываю вот количество количество мейлбок серверов что я делаю дальше опускаюсь опускаюсь ниже и вот здесь не очень хорошее разрешение потому что здесь файлик довольно большой и так сейчас чуть сдвинусь вбок что мы с вами видим он нас спрашивает так ниже 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 он нас спрашивает конфигурацию баз данных я хочу сказать что у меня максимальный размер базы данных должен быть в районе 400 гигабайт microsoft вообще для 13 ченч сервер рекомендует вам 1 терабайт без кластеризации 2 терабайта с кластеризацией как максимально рекомендуемый размер базы данных но на самом деле на мой взгляд 1 терабайт это довольно много неудобно бэкапить неудобно восстанавливать и так далее что я делаю дальше я говорю что так стоп он автоматически будет определяет сколько должно быть баз данных на сервере и едем дальше справа что здесь указываю что почтовых ящиков у меня будет немного ну например 600 штук на одном сервере более чем достаточно я говорю что в среднем в моей организации 150 писем отправляют в день 150 писем получает моя организация работает 7 дней в неделю причем самое смешное что не здесь либо 5 либо 7 по-другому выбрать нельзя ну то есть два варианта указываю что средний размер сообщения в моей организации 150 килобайт потому что 75 маловато я несколько раз замерял и всегда получалось больше говорю что среднестатистический размер моего почтового ящика равен одному гигабайту а максимальный размер стоит 3 гигабайта для моих пользователей если у вас пользователи разные здесь можно заполнить несколько блоков то есть есть там 600 человек у которых ящики по одному гигабайту есть 300 человек у которых по 2 гигабайта то есть настраивается все довольно довольно гибко так квоты мы с вами настроили опускаюсь дальше все стандартные процедуры 14 дней храним удаленные элементы здесь можно указать какие диски у меня есть по умолчанию стоят 4-терабайтный сас диски три с половиной я их менять не буду сейчас и если посмотреть вот на результаты здесь есть такая закладочка volume requirements что мы с вами увидим он нам говорит что у меня у нас будет шесть баз данных по 100 почтовых ящиков в каждой базе размер базы данных будет по 338 гигабайт у соответственно размер логов и так далее чтобы посмотреть требования к дисковой системе здесь есть закладочка roll requirements и в самом низу он покажет требования по иопсам то есть что мы с вами видим мы видим что суммарно на одну базу данных 12 иопсов ну и два подлоги если все это перемножить на количество баз данных получается что суммарно 72 плюс 14 это сколько до 80 86 то есть в районе 86 давайте округлим до 90 90 иопсов ваша дисковая система должна выдавать если у нас будет 600 почтовых ящиков то есть на один саташный диск вы уже не положите такую базу данных даже если он у вас там четырех терабайт на и скажем так с точки зрения места вы можете поместиться так что инструмент этот очень хороший давайте с вами запомним вот вот эту цифру 72 плюс 14 то есть в районе 90 иопсов у нас должно с вами быть но этот инструмент mailbox калькулятор он просто считает то есть он говорит вот при таких раскладах у вас должна быть такая дисковая система с такой производительностью утилита jet stress она совершенно другая то есть одно дело в теории другое дело в реальной жизни утилита jet stress предназначена для тестирования ваших дисков или вашей дисковой системе то есть утилита jet stress опять же она бесплатная распространяется microsoft там и поддерживается опять же microsoft она симулирует обращение к дисковой системе причем она их симулирует как microsoft exchange то есть это приложение она использует библиотеки из microsoft exchange вы их собственно копируете то есть начале ставите программу а потом dll ки сэшны копируете с дистрибутива или с инсталляцией microsoft exchange сервер то есть она обращается к к эссе да а эссе обращается к файлам на диске ну и генерируется определенная нагрузка при этом в процессе генерации нагрузки счетчики производительности постарян постоянно замеряют и на выходе а после тестов принимается решение подходит ваша дисковая система под заданные условия или не подходит то есть вы должны понимать что утилита jet stress она предназначена не для продуктового использования то есть не стоит брать там microsoft exchange да и на нем эту утилиту запускать хотя в принципе она ничего необратимого не делает она создает базу данных начинает эту базу данных использую при этом на сервере microsoft exchange может быть вообще не установлен то есть вы берете чистый сервер от утилиты jet stress берете набор библиотек от экченч и начинаете тестировать она не создает какие-то необратимые объекты в актив директоре да то есть если вы на продакшен системе захотите использовать не страшно все файлы которые она создает их можно удалить и вашей системе следов от утилиты jet stress не отстанет не останется так что как бы ничего страшного нет хотя подразумевается что она используется не ну не на реальном экченч сервере ok дальше по поводу по поводу проверок которые она делает сама вот эта утилита jet stress да она как с приложения те кто не не помнит эссе это движок на базе которого работает microsoft exchange база данных я имею движок баз данных так вот утилита jet stress она делает api вызовы к службе эссе это обращается к файловой системе так диском создается база и книг не обращается без участия microsoft exchange и сама утилита jet stress она состоит из нескольких компонентов вот если на эту схему внимательно посмотрите которая сейчас есть да там все компоненты перечислили первый компонент в самом приложении называется автотюнинг компонент автотюнинг отвечает за определение того сколько максимально ваша дисковая система выдаст то есть когда идет обращение к дисковой системе она идет с использованием потоков каждый поток создает нагрузку порядка 60 иопсов при задержке 20 миллисекунд так вот автотюнинг это знаете такой на ручка только не громкости да ручка нагрузки которую утилита jet stress крутит и она и крутит увеличивает и пытается понять где же ваша си диска на каком на каких показателях ваша дисковая система начнет захлебываться причем автотюнинг это компонент он опциональный то есть вы можете использовать а можете руками нагрузку указывать есть некоторые ситуации когда автотюнинг падает или выдает ошибки тогда microsoft говорит отключайте его и руками говорить сколько сколько потоков производить тестирование еще раз напомню каждый поток это порядка 60 иопсов следующий следующий компонент это диспетчер диспетчер потоков он управляет нагрузкой то есть когда вы автотюнинг не используете именно этот компонент определяет сколько потоков сколько и мало того что сколько потоков и сколько каких операций будет осуществляться сколько операций чтения до сколько записи то есть это тоже можно балансировать следующий компонент это проверка чек сумм проверка логов вот этот оффлайн and датабейс лог чек саммер да он про симулирует дополнительную нагрузку за счет дополнительных копий то есть в джет стрессе можно указать что у вас база данных имеет там несколько копий и за счет этого будет нагрузка дополнительная создаваться есть проверка чек суммы то есть мало того что в базу данных он вот эту тестовую будет писать нужно убедиться в том что база данных целостная и не только дисковая система справляется но еще и база данных при этом нормально работает когда тестирование завершено этот компонент проверка чек суммы чек суммы базы запускается и проверяет на целостность вашу базу данных ну и последний компонент вот jet stress application это отчеты в конце он выдается html к ну и не только в которой говорится вот ваша база данных показала такие-то течении база данных ваша дисковая система показала вот такие-то показатели вы уже на основе этого принимаете принимаете решение использовать использовать дальше или нет когда же использовать jet stress значит смотрите jet stress используется на этапе планирования то есть например вы можете взять дисковую систему или взять диски или взять сходы и запустив jet stress понять какую нагрузку для какого количества людей это дисковая система у вас потянет то есть вот у нас есть там сасовские диски даст таким-то контролем сколько можно положить сколько выдержит до какую нагрузку 200 400 3000 человек и так далее более того вы можете протестировать как будет работать эта дисковая система в случае если у вас один из дисков выходит из строя есть у вас right right 5 это вы хотите на него положить базу данных замечательно а как понять вот если один из дисков вышел из строя насколько будет тормозить сможем ли мы в принципе работать вот jet stress запустили и дернули диск и смотрите при восстановлении на лету насколько дисковая система будет тормозить окей дальше также можно на этапе непосредственно билда вот вы спланировали да там дисковая система все хорошо диски провели работает отдали в инсталляцию и уже после того как развернут windows сервер уже как бы перед установкой microsoft exchange то можно проверять эти диски объясню зачем проверять часто бывает так что идут допустим скоростные диски вы точно знаете что они нормальные что они потянут но разворачиваться microsoft exchange и выясняется что реально тормозит тормозит из-за чего из-за того что при настройке рейд контроллера при создании рейда при указании параметров рейдов кто-то что-то накосячил и выставил неправильные параметры и плохо когда вы это получаете уже при продакшен использование сервера то есть вам нужно куда-то базу перемещать вам нужно перестраивать рейд и и смотреть смотреть на результат а здесь прямо перед установкой экченж сервера до сервер в продакшен запустили проверили собрали именно так как нужно все параметры правильные по производительности все устраивает и и едете дальше окей как вообще будет происходить процедура вы запускаете джет стресс джет стресс работает она может работать два часа может работать двое суток это зависит от ситуации если тест пройден да ну все хорошо вы разворачиваете microsoft exchange если тест не пройден а дальше уже зависит от ситуации есть три ключевых показателя по которому вы будете ориентироваться первый ключевой показатель это и опсы то есть если вам вас проверка джет стресс показывает количество и опсов которые не соответствуют тому что вам нужно вот вам показал калькулятор да что нужно 90 и опсов вы запускаете проверку джет стресс она говорит есть 60 и опсов все вы уходите и берете другие диски берете там не знаю пересобираете рейд может быть в этом дело то есть дальше можно с джет стрессом уже не плясать пока и опсы не покажет нормальный дальше если и опсы показал нормальные есть еще два показателя первый это задержка операции ввода вывода по логом и при записи и второй показатель это датабейс в ритс то есть задержка при чтении базы данных задержка при чтении баз данных должна быть меньше 20 миллисекунд соответственно задержка при записи логов должно быть меньше десяти миллисекунд и вы смотрите какой из этих показателей какой из этих показателей сколько сколько выдаёт если вы даёт больше чем вам нужно вот в таком случае вы начинаете понижать 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 нагрузку и ловить тот момент, когда у вас совпадут все три показателя. Это и EOPS больше, чем вам нужно, и при этом задержка будет допустимая. То есть 20 и 10 миллисекунд соответственно. Я все сейчас покажу. Окей. Итак, когда вы берете JetStress? Вся процедура работы с JetStress бьется на три блока. Инициализация, тестирование и очистка. Когда вы запускаете инициализацию, JetStress создает базы данных. И этот процесс может быть довольно долгий. То есть JetStress всегда старается забить весь диск базой данных. То есть он занимает 100%, от 80 до 100% от объема вашего диска. Он работает с большими базами данных. И вот здесь все зависит от того, какая база данных по размеру будет создаваться. Если на 1 терабайт, то в таком случае 2,4 часа вам обеспечено. Если там допустим база данных на 5 терабайт, то полсуток будет создаваться. То есть это реально как бы долго. Нажали кнопку создать базу и пошли курить. Но правда, если вы делаете подряд 10, 15, 20 тестов, вы можете абсолютно спокойно использовать одну и ту же базу данных. Это не проблема абсолютно. То есть создали и потом гоняете с разными показателями одну и ту же базу. По поводу тестирования. Тестирование можно производить по времени от 15-20 минут и заканчивая днями. Что рекомендует Microsoft? Microsoft рекомендует для любых СХД от 2 дней и заканчивая 5 днями. Если по-быстрому, то где-то в районе 80 часов. Но в любом случае, если вы хотите протестить капитально, то планируйте, что день-два у вас идет на тестирование. Причем не факт, что у вас дисковая система сразу даст нужные показатели и придется пытаться подловить ту нагрузку, которая будет оптимальна. Итак, третий заключительный этап, когда вы все проверили, вам выдало показатели, вы запомнили, сколько потянет ваша дисковая система к ленаду. То есть вы удаляете базу данных, удаляете утилиту JetStress. Никаких объектов в Active Directory, ничего такого, чтобы нельзя было вычистить, у вас не останется. Так что за это можете не переживать. Окей. Окей, окей. Итак, сейчас мы уже практически скоро перейдем к саму утилиту JetStress. Я ее покажу. Но здесь стандартный чек-список того, что у вас должно быть выполнено до того, как вы начнете тестировать сервер, дисковую систему утилитой JetStress. То есть все хранилища, которые у вас подключены, должны быть certified. Драйвера все последние стоять. Обратите внимание на такие параметры в RAID, как RAID-контроллер-страйп. Он должен быть 256 или выше. При read-write кэше, который устанавливается, опять же, 75 на запись, 25 на чтение на всех лунах. Что еще? Файловая система NTFS, 64K, соответственно, блок. NTFS, компрессии быть не должно. Файловые антивирусы все идут в помойку в данном случае. Ну и так далее. То есть дровишки, storeport.sys. Все стандартные. Окей. Существует два варианта тестов. Первый вариант теста – это тест на максимальную производительность. То есть вы запускаете тестирование и пытаетесь понять, сколько максимум иопсов при приемлемой задержке выдаст ваша дисковая система. И потом уже, когда вы получите это число, максимальное количество иопсов, вы очень легко можете посчитать, сколько пользователей смогут хранить свои почтовые ящики на этой дисковой системе. Это первый вариант использования. Второй вариант использования называется «Test in Exchange Mailbox Profile». Когда вы говорите «Ребята, а у меня есть 600 почтовых ящиков, а потянет ли моя дисковая система эти 600 почтовых ящиков?» В таком случае вы вначале идете в калькулятор, вот тот, который я показывал в самом начале. В калькуляторе вбиваете свои данные, получаете требования к иопсам. Потом заходите в JetStress, вбиваете практически те же данные, количество пользователей и так далее. И смотрите, что он вам выдает. Если выдает, все хорошо. Ну, соответственно, данные совпали и в калькуляторе, и в JetStress. И тогда можете использовать. Так что, смотря что вы хотите получить. Первый тест говорит, сколько мы максимум можем людей запустить на эту дисковую систему. Я имею в виду почтовых ящиков. Вторая проверка говорит о том, а хватит ли. Окей. Вот к этому слайду давайте с вами вернемся чуть-чуть попозже. Итак. У меня есть сервер. Обычный сервер, на нем не стоит Microsoft Exchange. Но стоит утилита JetStress. Обращаю ваше внимание, утилиту JetStress поставить очень легко. Буквально next, next, finish. Но, обращаю ваше внимание, что для того, чтобы она заработала, вам нужно будет с Microsoft Exchange перетащить DLL. Если вы официальный гайд будете читать, то увидите. Вот они. СС-ДЛЛ, СС-ПЕРФ-ДЛЛ, H-X-X. Вот эти четыре файла должны быть перетащены. С дистрибутива Exchange. Той версии, которую вы используете. То есть в нашем случае 13-я версия. Если Exchange под рукой нет, значит берете дистрибутив и вытаскиваете оттуда. Вторая особенность у JetStress. Вы ее всегда должны запускать рано с администратором. В противном случае работать она отказывается. Причем об этом не говорит. Просто говорит, не могу зарегистрировать. Окей. Утилита JetStress 2013 такая имеет классический интерфейс, который напоминает про 2007 Exchange сервер. И обратите внимание, картинку не поменяли. Логотип старого Exchange сервера. Ну да бог с ним. Итак, я запускаю новый тест. Далее. И он меня спрашивает, в каком XML файле я буду хранить конфиг. То есть все параметры, которые вы введете для теста, какой тест, все-все-все нюансы, они сохраняются в XML файле. То есть если вы хотите один и тот же тест прогонять многократно, вам проще один раз создать XML файл, и потом этот XML файл каждый раз загружать, и он уже будет все параметры использовать с него. Этот XML файл можно управить в редакторе, ну то есть как бы там 50 параметров. Я создаю новый XML файл, называю JetStressConfigNew.xml. Он создает и то, о чем я вам говорил. Вариант использования утилиты. Первый вариант на максимальную пропускную способность. Второй вариант, потянет ли моя дисковая система конкретную нагрузку. Давайте пройдемся и по первому, и по второму варианту. Хочу попробовать, сколько выдаст максимально. Next. Он меня спрашивает, сколько места мы займем на диске. И здесь 100%. То есть если там 4 терабайта, или допустим терабайт у вас диск, значит он на терабайт базу данных создаст. Он оставляет там порядка 5-6 гигабайт свободного места, ему этого достаточно для работы. Второй показатель, насколько максимально в процентах мы хотим загрузить нашу дисковую систему. И вот здесь стоит 100. То есть она ее будет мучить до посинения. И обратите внимание, по умолчанию работает автотюнинг. То есть она будет сама увеличивать нагрузку, уменьшать. Для того, чтобы автотюнинг отключить, вы ставите вот эту галочку и указываете, сколько потоков одновременно должно осуществляться. Напомню, что каждый поток это 60 ИОПСов. То есть если эту галку не ставить, он автоматически выбирает, сколько потоков. Если галку ставить и указываете, сколько потоков, он будет... Тем самым регулируете нагрузку. Я оставляю автотюнинг. И дальше у него есть типы тестирования на производительность, на бэкап, на софт-рекавери. Каждый тип имеет свой сценарий соотношения между операциями чтения и записи. В документации это есть. То есть если вы хотите протестировать обычную работу, вы должны выбирать перформанс. Если вы хотите протестировать, какая будет нагрузка при бэкапе, вы выбираете бэкап и так далее. Я выбираю перформанс. И он меня спрашивает, насколько мы запускаем тест. Ну, тут 24 часа, 2 часа и так далее. Здесь можно вводить любые цифры. Можно и дробные вводить, то есть минуты. Это не проблема абсолютно. И спрашивает, в какую папку он должен выгрузить все результаты. Все. Остается мелочь. Нужно будет указать, сколько у нас будет баз данных. И указать, где эти базы данных будут созданы. То есть вы указываете папочки, где база, где логи. И потом кнопку Next нажимаете, он создает вам базы данных. И пошла, пошла, пошла проверка. Если мы пойдем по другому сценарию. Сейчас я вернусь назад. Если мы пойдем по другому сценарию и выберем Mailbox Profile. То в таком случае он вас спросит, а сколько у вас почтовых ящиков. А сколько EOPs на один почтовый ящик у вас будет создавать нагрузку системы. И вот здесь вот этот показатель. Но если количество ящиков понятно, то сколько EOPs на один почтовый ящик. Это нужно будет брать из вот этой таблички, которую я вам показывал. Которую дает Microsoft PodExchange 2013. То есть вы вводите определенный показатель. Допустим, там 0.1. Окей. Дальше он у вас спрашивает размер почтового ящика. Здесь вводите там 1 гигабайт, 2 гигабайта. И опять же по умолчанию здесь количество потоков не задается. Используется автотюнинг. И то же самое. Какие операции. Обычная работа, база данных или восстановление. И указываете на сколько по времени будет тест производиться. То есть дальше настройка та же самая. Я сейчас не буду запускать тест, поскольку это действительно долго. Но я сделал несколько результатов. И мы сейчас эти результаты с вами разберем. После того, как вы прогоните тест. Он вам, вот в этой папочке, которую вы укажете для тестов, выгрузит вот такую пачку из 10 файлов. Здесь есть XML-ники. Здесь есть логи Application System. Что происходило с вашей системой в процессе тестирования. Здесь есть Performance Monitor файлы. Можно посмотреть реально счетчики. Но это, знаете, для любителей долгими зимними вечерами разбирать результаты. Для того, чтобы понять, чем сердце успокоилось, вам нужно два файла в HTML. Тут собрана вся информация. Первый, самый главный, Performance. И второе, DB CheckSum. Когда я запустил эту утилиту, у меня на данном сервере есть два диска. Первый F, всего-навсего 111 гигабайт. Это обычный, старенький, но SSD. И вот на этом диске F я запустил утилиту JetStress. Сказал, а ну-ка, покажи мне, сколько этот диск выдаст. Причем я включил автотюнинг. И что он мне выдал. А выдал он мне следующее. Сейчас, секунду, откроется. Выдал он мне следующее. Что данный диск у меня показал 6000 EOPs. Операции в секунду. Ну, SSD есть SSD. Но, вы помните, что вас интересуют три показателя. Для того, чтобы сказать, подходит или не подходит, три показателя должны совпасть. Первый, это количество EOPs. Ну, 6000, я уже думаю, подходит. Второй показатель называется Database Lock Rights Average Latency. Где он здесь? Вот он. Так, 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 так. Он у нас, глаза уже не видят. Database Lock Rights Average Latency. Вот он. Вот, вот, вот. Rights Average Latency. У нас этот показатель равен 2 мс. А должен быть ниже 10. То есть в данном случае все хорошо. И третий показатель, который должен нас устраивать, это Database Reads Average Latency 6 секунд. А у нас должно быть меньше 20. То есть вот этот SSD-шный диск меня более чем устраивает. Он по задержке подходит. По EOPs он вообще показывает шикарные показатели. То есть я сюда могу положить очень много почтовых ящиков. Проблема в том, что этот диск всего 100 гигабайт. И много я сюда не положу. Но 6000 EOPs он выдал. То есть при таком случае эти 6000 EOPs можно поделить на требования к дисковой системе. И если бы этот диск у меня был безразмерный, я могу сказать, сколько почтовых ящиков я сюда положу. При этом обратите внимание, тестирование, вот этот автотюнинг, да, он тестировал, когда мою дисковую систему, он тестировал ее в 32 потока. То есть 32 потока, каждый по 60 EOPs нагрузку создавал. Окей, но это был SSD диск. Что я сделал дальше? У меня есть еще один диск. Вот этот диск C, на котором стоит система. Это два обычных SATA, тоже старых диска, по 7200 скорость. То есть обычные десктопные диски, из которых собрано зеркало. То есть это зеркало. Причем контроллера там нет, это обычный софтовый RAID. Что я сделал дальше? Я запустил точно такую же проверку, но уже на этом зеркале из SATA-шных дисков. И когда мне выдало результат, мне сразу утилита показала fail. То есть не катит твой диск. Я начал разбираться, в чем же дело. И что я сразу увидел? Он, кстати, здесь подчеркивает те показатели, которые ему не нравятся. Например, у меня этот RAID выдал 126 EOPs. То есть с одной стороны, как бы клево. О, 126 EOPs выдал. Если брать мои требования из Mailbox калькулятора, мне там вообще всего 90 EOPs надо. Но при этих 126 EOPs задержка на чтение была 102 миллисекунды. А мы с вами помним, что она должна быть меньше 20. То есть до нормальной задержки очень и очень далеко. И запись в логах, задержка, она должна быть меньше 10 миллисекунд. А у меня показало 18. То есть при 16 потоках дисковая система хоть и показала нормальный показатель по EOPs. Задержка была такая, что Exchange работать не будет. Что я сделал далее? Я взял эту же проверку, но уменьшил количество потоков. Обратите внимание, да, вот здесь количество потоков было 16, которые нагрузку создавали. Что я сделал дальше? У меня есть проверка LOG3. Сейчас я открою Performance. И я уменьшил количество потоков, поставил 4 потока. И еще раз провел, по-моему, 2-часовую проверку. Что мы с вами видим? Мы видим, что при такой нагрузке количество EOPs в секунду, которое было выдано этой системой, снизилось. Там было что-то в районе 120, а здесь 97. Обратите внимание, что задержка записи в логе в миллисекунды упала до приемлемого показателя. До 8 миллисекунд. А нам нужно, чтобы было меньше 10. Но при этом чтение, задержка, по-прежнему 35 миллисекунд. То есть нас не устраивает. Надо, чтобы было меньше 20. Что я делаю дальше? Я беру, запускаю еще раз эту же проверку. Но теперь уменьшаю количество потоков до 2. При 2 потоках эта дисковая система выдает мне всего-навсего 75 EOPs. При 2 потоках. Но задержка на запись в логах уже 2 миллисекунды. Отличный показатель. А задержка на чтение базы, наш третий основной показатель, 20 и 5. А мы знаем, что у нас должно быть... Какой показатель? Тогда у нас должно быть датабейс, датабейс рис должен быть меньше 20 миллисекунд. То есть пол миллисекунды и все равно не прошел. Хотя уже было практически на границе. Что я делаю дальше? Я оставляю один единственный... В пятом тесте я оставляю один единственный... Упс, не тот файл открыл, прошу прощения. Оставляю один единственный поток. То есть нагрузку в 60 EOPs. Что мы с вами видим? Что при одном единственном потоке моя дисковая система, мое зеркало выдала 38,5 EOPs. И при этом, при этом задержки абсолютно нормальные. То есть 15 миллисекунд меня устраивает меньше 20. То есть приемлемая для Microsoft Exchange задержка только при нагрузке в один поток. И в таком случае система будет выдавать порядка 38 операций input-output в секунду. То есть 38 EOPs. Окей. То есть если у нас на этом диске ничего не будет, кроме базы данных, давайте посчитаем, у нас 38 EOPs. И делим, допустим, на 0,12. Это на один почтовый ящик. Мы видим, что где-то 300 почтовых ящиков можно положить на эту дисковую систему. И они будут жить абсолютно нормально. То есть вывод какой делаем? Если мы берем зеркало из двух саташных винтов, обычных 7200, то где-то в районе 300 почтовых ящиков мы можем положить на эту дисковую систему абсолютно нормально. И нагрузка, которая будет создаваться, она будет и по EOPs проходить, и, соответственно, проходить по задержке на чтение и на запись. 38 EOPs. Но если мы посмотрим Mailbox калькулятор, а здесь при пяти базах данных и при 600 почтовых ящиков, он нам говорит, что должно быть 90 EOPs. То есть, естественно, мы не можем все эти базы данных положить на это зеркало. Почему? Потому что нам калькулятор говорит, что 90 EOPs у тебя должно быть, а у нас всего 38, даже 40 нет. То есть в два раза меньше. Ок. Что я делал далее? Последний тест, который я провел в шестерке, он уже проводился по-другому. Я задал условия и сказал, что у меня будет... Ой, чтоб вам не соврать, по-моему, я указывал что-то в районе 300 почтовых ящиков. Я когда запустил тест, сказал, что у меня 300 почтовых ящиков размером по 2 гигабайта. Я, кстати, могу посмотреть, здесь есть в каком-то из файликов, не помню в каком, здесь есть конфиг, прямо написано, сколько почтовых ящиков я вбивал. То есть я указывал в районе 300 почтовых ящиков, и задержка была абсолютно нормальная. Ну вот он мне показал, что должно быть минимум 37 иопсов, а выдала система 38. Ок. То есть еще раз, чем последний тест отличался? Я в нем явно указал, сколько у меня почтовых ящиков, какого они размера. И он насчитал, что при таком количестве почтовых ящиков должна быть 37,5 иопсов в секунду. Должно быть. У меня система показала 38. При этом задержка и запись и чтение, она остается в нужных параметрах. То есть все хорошо. А теперь вернемся к следующему слайду, который я оставил нетронутым. Вернемся к вот этому слайду. Очень хорошая табличка. У вас еще раз три показателя. Количество иопсов, которые выдала дисковая система. Задержка на чтение DB и задержка на запись в логах. Если у вас все три показателя подходят, то есть иопсы показывают больше или столько же, сколько вам насчитал калькулятор. И при этом задержка нормальная, меньше 10, меньше 20 секунд. Все. Можно использовать. Если у вас иопсы показывает меньше, но при этом все с задержками хорошо. Вот как у меня. Показало 40 иопсов. И при этом с задержками все хорошо. А калькулятор вам говорит, что должно быть 80 иопсов. Что вы делаете? Вы меняете диски, переконфигурируете рейд. Делаете что угодно. И добиваетесь того, чтобы количество иопсов выдавало нормальное. Если у вас система выдает иопсов нормально, как и должно быть, но при этом низкая задержка, вы понижаете нагрузку, запускаете каждый новый тест и понижаете нагрузку, уменьшая количество потоков. Ставите там 12 потоков, 8 потоков. У вас задержка начнет падать, но при этом вместе с задержкой будет падать максимальное количество иопсов, которое выдает дисковая система. И вам нужно поймать все три показателя, чтобы у вас и количество иопсов совпадало с тем, что вам нужно. И при этом задержка была абсолютно нормальной. Если вы все три показателя поймать не сможете на своей дисковой системе, значит эта дисковая система просто не подходит для вашего Microsoft Exchange Server. То есть у вас есть два основных инструмента. Это калькулятор. Причем калькулятор что делает? Калькулятор на основе вводных данных говорит, сколько должно быть иопсов и какая размером дисковая система должна быть. Потом вы с этими данными идете в JetStress. И здесь либо вбиваете, либо запускаете тест на определение максимального потолка и ловите то значение, когда у вас иопсы, и задержка вас устраивают. Если вы его не смогли поймать, значит они в вашей дисковой системе. Ок. Так. JetStress показал. Значит смотрите парни. По поводу JetStress. Есть очень хороший гайд, который я вам настоятельно рекомендую, если будете. Он на английском языке, но он такой довольно понятный на мой взгляд. Гайд по JetStress. Сейчас я вам покажу его. Он называется JetStress Guide. Все, что я вам рассказал, там написано. И таблички. Таблички будут там. Вот он в док.x. Последняя версия от 13-го. Ну то есть такой страниц на 60. Вордовский файл. Где перечислено, что и в каком порядке вы делаете. Так что для вас этот гайд он такой основной источник. Ок. Ну что, коллеги. Все, что хотел, я рассказал. Если будут какие-то вопросы, пишите в чат. Я сейчас попробую подсказать. В любом случае, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok